Горница Молча принесет воды Матушка возьмет ведро Молча принесет воды Ой, красные цветы мои Ой, в садике завяли все Лодка на речной мили Скоро да гниет совсем Лодка на речной мили Скоро да гниет совсем Дремлет на стене моей Ивы кружевная тень Завтра у меня под ней Будет хлопотливый день Ой, завтра у меня под ней Будет хлопотливый день Будет хлопотливый день Думать о своей судьбе Ой, буду до ночной звезды Лодку мастерить себе Ой, буду до ночной звезды Лодку мастерить себе Ой, буду до ночной звезды Гиверет Сова-Ландвер Миллионы Миллионы львов Миллионы львов Немецкие Немецкие Остан С estan Продолжение следует... 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 Вы знаете, несколько дней тому назад в Иноар Гаяйтану и молодежь была вместе с нами во всех городах, вы вышли такие красивые на улицы государства Израиль. И страна смотрела на вас с улыбкой, а люди бросали цветы и говорили браво за то, что вы прошли, за то, что вы вынесли, за то, что вы принесли нам этот великий день, день победы. Это действительно праздник. Он такой необычный, он такой со слезами на глазах, с волнением в голосе. Вы знаете, я помню, как автор закона, один из авторов, Арик, закона о ветеранах, блокадниках, я стояла посередине зала 13 лет тому назад, когда мы проводили закон, и не все, даже в парламенте государства Израиль, знали о подвигах той войны, знали о том, что пройдено, зато о том, что донесено до сегодняшнего дня. И когда вы выходили на улицы, все смотрели и говорили, какие чудные старики. И не каждый понимал, что за медалью стоит подвиг, стоит бой, который вы прошли, в котором вы победили. Я стою перед вами, и как министр абсорции государства Израиль, я стою перед вами, как дочка подполковника Кухина. Мой отец 17 лет был призван на фронт. К сожалению, уже много лет его нет в живых. В 17 лет. Может быть, он воевал с кем-то из вас, дорогие ветераны. Может быть, он побеждал вместе с вами. Я очень хорошо понимаю, что в альбомах памяти каждой семьи есть та небольшая часть семейного альбома, о которой помнят, о которой знают и которое будет донесено до следующих поколений. И сегодня, вглядываясь в ваши лица, смотря на вашу седину, я говорю, ведь она не напрасная. Она не потому, что возраст такой. Она потому, что вашему поколению было суждено пройти так много, как не прошло ни одно поколение. Не слишком ли много вы прошли? И сегодня, понимая, что вы сделали для нас, государство Израиль смотрит, улыбается и говорит, живите до 120, будьте рядом с нами. Вы знаете, 9 мая день начался с парада в Иерусалиме. А потом прием у меня в канцелярии. А потом яд вашим. И люди, вглядываясь в лица ветеранов, говорили, даже трудно представить, что выпало на вашу долю. И сегодня вам салитует государство Израиль во всех городах. Говорит спасибо за то, что пройдено, за то, что сделано, за то, что донесли до сегодняшнего дня. И помните, гимн победы в государстве Израиля звучит намного громче и сильнее. Потому что мы то государство, которое знает, что такое война, знает цену победы. А вы за той ценой не постояли. Будьте здоровы, будьте счастливы. До 120. И обещайте, что еще много-много парадов. Мы с вами рядом, а вы с нами по улицам Израиля за ту победу, которую вы донесли до нас. Спасибо, друзья мои. Здравствуйте, дорогие жители города Рамадгана. Здравствуйте, воины прошедшей войны города Рамадгана. Товарищи участники великой войны, великой победы, которую одержал народ. Я хочу поздравить вас всех с тем, что вы остались живы. Победы над тем, что вы пережили все невзгоды. И о том, что город Израиль, республика, союз дала возможность вам жить и наслаждаться тем, что мы победили. Я хочу поздравить всех вас с великой победой над фашизмом. Я хочу пожелать вам мирного неба. Я хочу пожелать вам огромного здоровья. И чтобы на следующий год мы встретили тоже праздник. С праздником победы вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Министр абсорбции Софа Ландвера, дорогие ветераны Борис, молодежь Роматгановская, дорогие друзья, я уже долго думал, как этот вечер я начну, и с чего я его начну, и что можно сказать нового за 68 лет. Потому что эти 68 лет, они у вас в голове каждый день. Вы с этим встаете, вы с этим засыпаете. И 68 раз отмечали 9 мая. И как раз министр абсорбции сказал о параде в Иерусалиме. И так получилось, что 3 дня назад я поднял фотографию с парада в Иерусалиме, где шли ветераны с израильским флагом на страницу в Фейсбуке. И как вы думаете, эту страницу атаковали десятки антисемитов? Как так, что ветераны идут по израильским флагам? Как так, что Сталин в гробу уже переворачивается, видя это? Я вам хочу сказать, что ветераны 2 дня назад шли под всеми флагами всех стран, где бы они ни жили. Или в России, или в Америке, или в Австралии, или в Израиле. Это не играет никакой роли. Ваши медали, вы не должны никому ничего доказывать. Потому что в этом зале сидит 4 поколения еврейских детей, жен, мужей, бабушек, дедушек. И пока мы здесь все существуем, никому ничего доказывать не надо. Потому что мы знаем, что вы прошли. Мы знаем, что вы пережили. Те концлагеря и те войны. Я знаю свою семью. У моей бабушки две сестры вернулось с концлагерей. Я хочу сказать спасибо своей маме, что она сохранила письма с фронта. Все знают эти открытки, как посылали с фронта. Вам не надо рассказывать. Да, были еще треугольники. А эти открытки – это брат моей прабабушки, который посылал в 1941, 1942, 1943, 1944 год. И потом, к сожалению, перестал посылать. Я прочту несколько высказываний его, которые мы все знаем с детства. Мы это слышали по телевидению, мы это читали в учебниках. Это те же предложения, которые мы знали всегда. 28 ноября 1942 года. У меня все неплохо. С честью выполняю свой долг перед Родиной и могу гордиться тем, что на моем счету есть уже много уничтоженных мною гитлеровских собак. 5 апреля 1943 года. Наша задача сейчас – не плакать, а громить врага. Причем громить его так, чтобы Гитлер часто делал траур, как он это сделал после Сталинграда. Недалек тот час, когда непобедимая Красная Армия уничтожит всю эту сволочь, и мы возвратимся с победой домой. То есть можно такие предложения читать до бесконечности в этих фильмах, и мы понимаем, насколько люди горели, чтобы с одной стороны вернуться домой, а с другой стороны победить. То есть все эти вещи, обе вещи, вернуться к семье и победить нечисть эту, они связаны. Многие знают, что я из Одессы, и поэтому то, что происходило в Одессе, для меня гораздо ближе. И те 73 дня обороны Одессы, может быть, немногие знают, но оказывается, совершенно недавно были опубликованы данные. Я уверен, что практически никто в этом зале не знает. Что в июне месяце, после того, как немцы напали со стороны Белоруссии, войска Одесского военного округа напали на Румынию. Этого нет ни в каком учебнике. Советские войска с июня по август месяц атаковали Румынию на территории Румынии и зашли на 80 километров вглубь территории Румынии. Немногие знают, что в Одессе не было танков. Одесса обороняла 73 дня без танков, но были совершенно изумительные вещи, которые в истории больше нигде не повторились во Второй мировой войне. В Одессе были танки, назывались «Ни» на испуг. Эти танки, которые были сделаны из тракторов, броня внутри дерева и резина. Они выдерживали только пули. И эти танки обороняли Одессу. Я знаю, что многие из нас видели фильм «Жажда». Правда, старый фильм «Жажда». Помните? Помните? Как послали отряд советских солдат взять водопровод в Беляевке, потому что в Одессе была жажда. Удивительная вещь. Оказывается, в Одессе не было жажды. То есть как бы здесь пропаганда со всех сторон была и туда, и сюда. В Одессе было 300 заводов и фабрик, оставшихся с царских времен. И никто не имел открыть право на территории царской России фабрику или завод, не имея колодец с водой. То есть когда они строили фабрики и заводы, должны были обязательно быть колодец с водой на территории. Кроме всего, внутри старого города в Одессе было полно колодцев. И один из режиссеров этого фильма, он сам участник этого отряда, который брал этот водопровод. И в книге уже в 80-х годах, которая была опубликована, он описывает, что это его фантазии. Их послали в тыл к румынам. Они выбили отряд румынов из 12 человек. И случайно увидели, что эти румыны охраняют водопровод. И они связались с руководством, сказали, мы случайно отбили водопровод, давайте подсоединим Одессу. Но на самом деле нужды в этом не было. То есть всплывают очень многие интересные факты, которые мы не знали, но которые действительно очень-очень важны. То, как жило население в оккупированных территориях. То, как советская власть возвращалась. Как мы наступали. Как немцы отступали. Я смотрел недавно фильм о том, когда немцы вошли в Украину, основная часть украинского народа. И абсолютная случайность ошибки Гиммлера, который приехал сам в Украину. Ведь, в принципе, вся Украина западная, они были антисемитами. Они были сразу за немцев. Они были сразу за фашистскую Германию. И Гиммлер сделал ошибку, которая ему стоила... Много ошибок у них было, но это одна из ошибок. Они Украину повернули против себя. Потому что он сказал, любой еврей, коммунист или украинец, который не может работать, уничтожать. А те, кто могут работать, уничтожать только после того, как они перестанут уже работать. Можно продолжать очень долго. Я хочу вас поздравить всех с этим огромным праздником. Пожелать всем здоровья. Я знаю только одно. Мы с этой страны никуда не исчезали. Мы только вернулись на эту землю. Мы не репатрианты. Мы не эмигранты. Мы вернулись к нам домой. И пока есть у нас эта страна, никто, никто нас не сможет победить. С праздником вас всех! Я думаю, что то, что я появился, означает, что торжественная часть закончилась. И сейчас у нас будет разное. Знаете, было в советские времена? Там выставлены, потом разное было. Можно убрать трибуну, чтобы... Давид, можете убрать трибуну отсюда? Все, уберите трибуну. Сейчас будет музыка, танцы. В общем, все, как вы хотите. Единственное, я хочу сказать две вещи. Ничего, что я по-русски буду говорить? Вы все понимаете, знаете? Нет, знаете, есть такие, что уже лет шесть в Израиле, они уже не все ловят по-русски, знаете? Потому что иврит уходит. Знаете, мне недавно так встретила женщина, я был в театре, она говорит, «О никульках, самэх, лерутотах», она мне говорит. Я говорю, вы не сильно напрягаетесь, можете говорить по-русски. Она говорит, вы знаете, мне на иврите уже легче. Так что я буду по-русски, это первое. И во-вторых, я хочу вам обратить ваше внимание, что сегодня не 9 мая, 12-е. То есть у нас гуляние великого действительно праздника продолжается, как принято у евреев. Это с одной стороны. А с другой стороны, как все еврейские праздники, у нас они плавающие. Знаете, у нас же не то, что 1 мая, там или 7 ноября. У нас по-разному. Я очень люблю одну историю. На 7.40 пришел один парень, он преподает в Бат-Яме флейту и кларнет. И он рассказал такую историю. Он пришел, он это преподает в школе, в какой-то музыкальной школе. Там преподают и другие предметы тоже. В общем, он пришел, ему директор говорит, вы знаете, Феликс, вы должны сегодня провести занятия не в музыкальном кабинете, мы там ремонт затеяли, а в кабинете химии. Он говорит, пожалуйста, можно в кабинете химии. Приводит этих детей в кабинет химии, а там таблица Менделеева висит. Помните? Конечно, это Рамадган. Я выступал в Мехдалемике, там никто не знает про таблицу Менделеева. Таблица Менделеева, и стоит, значит, женщина такая нашего призыва. Она лет 20 в Израиле живет. Она там в хустыночке такой стоит, в халате в синем, швабра. Прибирает. Там и смотрит внимательно на таблицу Менделеева. Очень внимательно. А он такой интеллигентный парень. Он с Одессы приехал. Знаете, там все интеллигентные. И он так делает вид, что не замечает ее. Дети уже достали инструменты, ноты. Он уже не выдерживает. Подходит и говорит, извините, пожалуйста, женщина, мы должны занятия здесь провести. Давайте я вам помогу найти, что вы там шукаете. И вы же уйдете уже, наконец-то, отсюда. Она говорит, глядя на таблицу Менделеева, да, сыночка, помоги мне. Что-то я никак не могу понять. Когда у нас в этом году ханука? Так что можно День Победы гулять и 12 мая тоже. Это нормально. И все в порядке. И я хочу, чтобы мы начали наш концерт. И я хочу с удовольствием пригласить. Я не случайно сделаю микрофон выше, потому что сейчас на эту сцену выйдет действительно потрясающий просто исполнитель. Замечательный оперный певец. Краса и гордость, можно сказать, государства Израиль. И, поверьте мне, совершенно потрясающий человек. Я бы так сказал, народный артист Израиля Феликс Лившиц. Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч Ты говорила, что не забудешь Нежных и ласковых встреч Порой ночной Мы распрощались с тобой Нет больше ночи Где ты, платочек Милый желанный родной И, поверьте мне, что не забудешь Милый желанный родной Туэрут холмитпаха Летеппы рух шелаян Азатамарты лилолу Ишкакот Ит пгишатину лав Ваи Айад Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград Я краснею, я блетнею Захотелось, друг, сказать Станем над векою Зорьки летние встречать Раскудрявый Да клён зелёный И слезной Я влюбленный Да и смущенный Пред тобой Клён зелёный Да клён кудрявый Да раскудрявый Весной Утомлённые санкции Нежно с морем Прощалась В этот час ты призналась Что нет любви Мне немного взгрустнулась Без тоски, без печали В этот час просучали Слова твои Расстаёмся Я не стану злиться Я, виноватый Ведом ты Я Утомлённое солнце Нежно с морем Прощалась В этот час ты призналась Что нет любви Как много девушек хороших Как много ласковых имён Но лишь одно из них тревожит Унося покой и сон Когда влюблён Любовь нечаянно крянет Когда её совсем не ждёшь И каждый вечер Сразу станет удивительно хорош И ты поёшь Сердце Тебе не хочется покоя Сердце Как хорошо на свете жить Сердце Как хорошо, что ты такое Спасибо, сердце Что ты умеешь Ла 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 Калубин Аль Тазмер Бекол Драматик Ве Аль Ти Кл Ках Адин Аниме Бал Шамат И Легбар Инбит И Ац Ле Амин Ла Ло Аним Эйнен И Гебе Лу Дон Жуан Са Ир Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо сердце, что ты умеешь так любить Оцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой Катюша, на высокий берег на крутой Катюша Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катюша Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дмитрий Добавил DimaTorzok 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 что кроме того, что действительно очень хорошие артисты сегодня будут, они еще представляют очень разные жанры. И сейчас мы пригласим на сцену замечательную просто танцовщицу и прекрасного музыканта, и актрису, и очень красивую девушку, которую нам просто посчастливилось сегодня пригласить. Она все время в разъездах, она представляет нашу страну на разных фестивалях, она лауреат международных конкурсов, она танцует зажигательный танец фламенко, зовут ее Таня Винокур. Встречайте. Таня Винокур 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты покинь меня, облако, сизым облако, Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, Крабушка тонкой линией, Берег мой, берег ласковый, Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди, Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, Падая вниз до земли, где-то далеко в памяти моей. Сейчас, как прежде, светло, хоть память укрыта Такими большими снегами. Ты, краса, напои меня, Допьяна, дадит до смерти. Вот опять, как в последний раз, Я все гляжу куда-то в небо, Как будто ищу ответа. Я прошу, Хоть ненадолго, Боль моя, Ты покинь меня, Облако, Сизим облако, Ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому. Виктория Макарская это была. Я думаю, что... Да, правильно. Это правильные аплодисменты. Дорогие друзья, Я говорил уже, что действительно Сегодня перед вами выступает Такая очень сильная сборная команда. И сейчас я хочу представить Действительно, вот на самом деле Великого музыканта, Несмотря на то, что он молод, Вообще я считаю, что нужно При жизни людям говорить то, Что они из себя представляют. Что-то хорошее или плохое, Неважно. Нужно им говорить то, Что они из себя представляют. И вот сейчас я хочу представить человека И сказать о нем Самые теплые слова И в плане человека, И в плане великого музыканта. Безусловно, лучший скрипач Нашей страны Саня Крайтор. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...